Всем привет! С Вами инженер-электрик и Кимов Игорь. Я уже записал несколько видео по стабилизаторам напряжения, но вопрос остался открытым. Какой же все-таки стабилизатор напряжения выбрать? Ссылки на прежние ролики я оставил в описании. Можно все стабилизаторы напряжения разбить на три условные группы по принципу действия. Первое. Это стабилизаторы напряжения со ступенчатой вольтнадбавкой. Их можно еще разбить на две подгруппы. Это релейные и тиристорные. Второе. Это электромеханические стабилизаторы. И третье. Инверторы стабилизаторы. Представители первых двух групп Вы видите в кадре. Это электромеханический стабилизатор с сервоприводом компании LIM. И ступенчатый тиристорный стабилизатор компании Santec. По ходу ролика я расскажу про них, а в конце ролика мы посмотрим их начинку. А сейчас хочу пройтись по ценовым категориям стабилизаторов напряжения. От самых дешевых до самых дорогих. Выбирая себе стабилизатор напряжения, я посмотрел много обзоров, прочитал кучу отзывов, а также сделал тесты стабилизаторов, которые разместил на канале. Выводы по этой информации будут в этом ролике. Если вам нравятся подобные обзоры, подпишитесь на канал и жмите колокольчик. И конечно, поддержите видео лайком и репостом. Начнем с самых дешевых стабилизаторов. Это ступенчатые релейные стабилизаторы. Они обладают достаточно большим быстродействием, но не высокой точностью. Обычно эта точность в пределах 5-10%. Она зависит от количества релей, которые в стабилизаторе установлены. Чем больше точность, тем больше реле в стабилизаторе установлено. Но при этом скорость реакции на изменение напряжения снижается, и стабилизатор чаще щелкает релюшками. Мне лично это щелканье не нравится, особенно если это щелканье происходит в квартире. Я считаю, что данный стабилизатор нужно оставить в нежилых помещениях. К тому же реле при работе создает искрение. Это создает помехи в проводке, что может повлиять на работу электроники. Как это можно увидеть по работе газового котла отопления? Котел хорошо работал, вдруг он замирает, перезапускается, а потом продолжает работать дальше. В интернете видел информацию, что в некоторых котлах, типа пилетных, может вообще электроника из-за этого искрения выйти из строя. Этих всех недостатков оказалось достаточно, чтобы я отказался от выбора релейного стабилизатора напряжения. Стабилизаторы подороже это электромеханические стабилизаторы напряжения с сервоприводом. Одного представителя этого вида стабилизаторов вы видите в кадре от компании Элим. Он уже отработал 10 лет и до сих пор работает. Но я его решил поменять и в ходе ролика поймете почему. Эти стабилизаторы обладают высокой точностью. Обычно точность выше 3%. Главный недостаток это долгое время срабатывания из-за того, что в стабилизаторе применена механика. Наличие механики создает еще одну проблему. Ее нужно обслуживать. Как обслуживать покажу чуть позже. Движение щетки по обмоткам тоже может создавать искрение. А это, как я говорил выше, может негативно повлиять на автоматику приборов. Главная причина, почему я решил его заменить, это громкие звуки сервопривода, когда происходит подстройка под новое напряжение сети. У меня сосед часто пользуется сваркой. При этом этот стабилизатор создает неприятный треск. Куда бы я порекомендовал подобный стабилизатор напряжения? Его лучше применять там, где нет резких скачков напряжения. Если напряжение в сети чуть повышено или чуть понижено, тогда медлительность не создает проблем. Также его стоит устанавливать вдали от жилых помещений. Тогда треск от его работы не будет вам мешать. Следующий по цене стабилизатор напряжения, это ступенчатый тиристорный. По принципу действия он очень похож на релейный, но при этом используются электронные ключи-семисторы. Это позволяет полностью избавиться от искрения, что хорошо для электроники. Семисторы работают быстрее реле, а это обуславливает большую скорость реакции на изменение напряжения. К тому же, тиристорные стабилизаторы обладают большой точностью. Обычно эта точность на уровне 3%. Такой стабилизатор я и заказал. Главная причина, по которой я остановился на этом типе стабилизаторов, это тишина, с которой он работает. У меня стабилизатор на 500 вольт ампер. Он не имеет ни реле, ни вентиляторов. О его работе только говорят индикаторы входного и выходного напряжения, а также работающий котел. Приятный бонус, что у него широкий диапазон стабилизации напряжения, от 120 до 290 вольт, а также встроенная защита от перенапряжения и пониженного напряжения. Но у меня эти функции не используются, так как в моем доме напряжение сильно не отклоняется от 230 вольт. А на входе квартиры стоит реле напряжения, которое защищает все оборудование в доме, в том числе и стабилизатор с котлом. Собираюсь сделать видео о совместном использовании реле напряжения и стабилизаторов. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. На рынке не так много тиристорных стабилизаторов напряжения. Я остановился на стабилизаторе от компании СанТек, потому что стабилизаторы это их основная специализация. А это значит, что они профессионально ими занимаются. К тому же у них есть свой сайт и канал YouTube. Посмотрев параметры стабилизатора, я решил, что он стоит тех денег, что за него просят. Отзывы о стабилизаторе хорошие. После тестирования стабилизатора и небольшого опыта его работы с газовым котлом, нисколько не жалею, что сделал этот выбор. Можете сами пройти по ссылке в описании и оценить данный стабилизатор самостоятельно. У нас остались еще инверторные стабилизаторы. По характеристикам они опережают все вышеназванные стабилизаторы. У них точность выше 1%. Скачки напряжения они практически не замечают. Диапазон стабилизации может достигать от 90 до 310 вольт. Стабилизатор полностью электронный, поэтому отсутствует искрение контактов. Синусоида на выходе лучше, чем на уходе. Он даже может из меандра сделать чистую синусоиду. Меандр – это прямоугольный аналог синусоиды, который дают бесперебойные источники питания. Казалось бы, доплати пару тысяч, и у тебя будет самый совершенный стабилизатор напряжения. Но я прочитал отзывы на самый известный инверторный стабилизатор напряжения марки «Штиль». Меня смутило, что довольно много отзывов людей, у которых эти стабилизаторы сгорели. У кого-то через 2 месяца, у кого-то через год. Это говорит о том, что схема стабилизатора напряжения хоть и передовая, но еще достаточно сырая. Я надеюсь, что производители доработают схему для повышения надежности, и она пройдет тест временем. И тогда можно будет такой стабилизатор уверенно покупать. Теперь давайте сравним скорость реакции стабилизаторов на резкое изменение напряжения. У нас подключен к латр оба стабилизатора напряжений. Скорость реакции тиристорного стабилизатора напряжения мы будем оценивать по выходному индикатору. Также я продублировал этот индикатор с помощью выносного прибора. А скорость реакции электромеханического стабилизатора напряжения будем оценивать по звукам работы сервопривода. Когда он найдет нужное напряжение, звук сервопривода прекратится. Для изменения напряжения будем использовать латр, который я заказал вместе со стабилизатором компании СанТек. Ссылка, где я заказал, будет в описании. Резко повысим напряжение питания. Как мы видим, тиристорный стабилизатор напряжения сработал почти сразу. А электромеханический, с небольшим запозданием. Теперь резко понизим напряжение питания. Тут разница оказалась более существенная. Тиристорный почти сразу сработал, а электромеханический отрабатывал почти 2 секунды. Это было слышно по звуку сервопривода. Еще раз убеждаемся, что электромеханический стабилизатор довольно сильно проигрывает скорости срабатывания электронному. Теперь рассмотрим внутренности электромеханического стабилизатора. Я подробнее рассказывал о нем в другом ролике. Ссылку дам в описании. Фактически это тороидный автотрансформатор, по которому уходит щетка-токосъемника, которая снимает стабилизируемое напряжение. Этой щеткой управляет двигатель, а уже двигателем управляет плата управления. Как вы видите, электроники тут мало. В основном механика. И ее надо обслуживать. Вот эта щетка графитовая. Она в процессе работы стирается и осыпается графит. И он собирается вот тут. И чтобы эта графитовая пыль не попадала в плату управления, желательно раз в год, а лучше раз в квартал, чистить этот стабилизатор напряжения с помощью пылесоса. А также в процессе работы стабилизатора напряжения при движении щетки происходит искрение. И в результате полоска, по которому уходит данная щетка, немного подгорает. Ее надо очистить. Для этого достаточно эту полоску чистить с помощью стирки. Не рекомендую для этого использовать наждачную бумагу. А теперь посмотрим тиристорный стабилизатор напряжения. Тут также тароидный автотрансформатор. Но он управляется не механически, а с помощью семисторов, которые крепятся вот на данном радиаторе. Все остальное схема управления. Также тут можно увидеть две релюшки. Первая, вторая. Это защита стабилизатора напряжения от перенапряжения и пониженного напряжения. Как видите, тут механики вообще нет. Тут может собираться только через щели пыль. И раз в несколько лет его стоит скрывать и чистить от пыли. То есть работаем с этим стабилизатором по принципу подключил и забыл. Этим он мне тоже нравится. Мы рассмотрели основные типы стабилизаторов. Надеюсь, я помог вам сделать выбор. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Также расскажите свой опыт во выбору и эксплуатации стабилизаторов напряжения. Прошу оценить формат последних обзоров на канале. Насколько они вам нравятся. Жду ваших лайков и репостов. Они помогают продвигать видео. А я вам буду за это благодарен. До встречи в новых и старых роликах.